Если вы исходите с предположения, что решение будет принимать некий распределенный разум системы, а не отдельные лица, а это такое рационалистическое предположение, рационализм далеко не всегда оказывается прав, как мы знаем в истории. То есть с точки зрения этого распределенного разума системы вариант Медведева президента близок к оптимуму. Мне кажется, что, по крайней мере, достаточно многие элитные группы дорожат уже и достигнутым новым уровнем или новым перспективным взаимоотношениям с Западом, которые связываются с именем президента. И горизонтами модернизационного процесса, про который мы всегда говорим о том, что он очень дорогой, и элиты в любом дорогом процессе видят прямую выгоду. Поэтому с точки зрения интересов, логики распределенного разума действующей властной системы, имя стабильности этой Медведевой. Я не исключаю, допустим, что если Медведев перезбирается на второй срок, то этот второй большой длительный и последний срок, что немаловажно, он посвятит каким-то радикальным реформам, которые созрели у него в голове. Ну, так сказать, может быть, не очень радикально, потому что он вообще такой человек достаточно осторожный и исповедует философию в ожидательной власти зачастую. Но реформа, да, то есть у него есть какой-то реформистский потерь, как мне представляется. Он у него вызрел, созрел. Он мог бы пойти дальше в его реализации, чем идет сейчас. Но вот электоральная стратегия будет прям противоположна, как мне представляется. Она должна быть достаточно прагматичной, потому что Медведев после первого срока уже не может идти с таким открытым посланием, как президент перемены. Ну, простите меня, какие перемены, если четыре года уже у власти, и определенный спектакль благодомеренности, который необходимо разыгрывать в публичном поле, не предполагает никаких подразумеваний о неполноценности этой власти. На это Медведев всего естественного самоуважения лишен возможность сосылаться. Да и тем более, что, может быть, действительно эта неполноценность является мифом, а мы имеем дело с некоторой обратной трансформацией института президентства. Это вполне разумно. И это, кстати, тоже важно учитывать в смысле ожидания вот какого-то 2012 года. Презумпция победителя получает все, все-таки уходит из нашей политической культуры. И это само по себе хорошо. Теперь я скажу о том, что мне представляется действительно важным. Потому что на самом деле Путин или Медведев, ну, может быть, да, с точки зрения стабильности системы это важно, но не кардинально. Потому что действительно они представляют достаточно близкие политические подходы и одну команду. А вот сценарий парламентских выборов кажется мне даже более важным. В каком смысле с точки зрения эволюции нашей политической системы. Мы привыкли к тому, что президентские выборы это плебисцит о доверии действующей власти. Хорошо, но парламентские выборы таким плебисцитом у нас не были. Они у нас были только один раз таким плебисцитом в 2007 году. И это был определенный слом той логики политической системы, которая сложилась до этого. До этого сложилась нескольная логика. Я имею в виду и 1999 год, и 2003 год. Специально беру именно путинский интервал, чтобы ближе к нашим реалиям. Эта логика состояла в том, что опорная партия власти играет весомую роль. Она лидирует, но помимо этого существует, помимо партии власти, существуют некие партии авангарда. Партии авангарда, которые пытаются предосхитить повестку следующего срока, которые пытаются пойти несколько дальше, чем может пойти центрическая бюрократия. В 1999 году это была партия СПС, в 2003 году это партия Родина. Если мы посмотрим на повестку первого срока Путина, он в существенной степени был задан повесткой СПС. Но если мы посмотрим на повестку второго срока Путина, то это не повестка Единая Россия, это повестка партии Родина. И без закономерности, что партия Родина оказалась выброшенной на втором сроке, потому что ее повестка была полностью освоена. Скорее всего, аналогичной партии авангарда не будет, но качественно возросшая роль малых партий, она налицо. Кстати, минувшие выборы весенние показали, что в принципе, вот это возвращение к отметке до 2007 года, оно возможно. И оно с точки зрения системы, опять же, гораздо больше, чем не будет ее стабильность, способствовать ее стабильности, чем восстановление монополии Единой России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова